Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, узловой зуб по распространенности занимает первое место среди всей тиреоидной патологии. Узловые образования щитовидной железы выявляют примерно у 4-7% людей, проживающих в регионах с нормальной йодной обеспеченностью. В районах йодного дефицита частота развития узлового зуба значительно выше, особенно у женщин старше 40 лет. Таким образом, заболеваемость зависит не только от йодного обеспечения, но и от пола и возраста. Методом первичной диагностики узлового зуба является пальпация щитовидной железы и регионарных лимфоузлов. Особую роль играет сбор анамнеза. Он необходим для оценки принадлежности больного к группе риска развития рака щитовидной железы. Сразу уточним, что образование щитовидной железы менее 1 см, как правило, не имеют клинического значения. К исключениям относят лишь случаи наличия признаков агрессивных форм рака. О них позже, а сейчас расскажем о методах лабораторной диагностики. При выявлении у пациента узлового образования щитовидной железы показано определение базального уровня ТТГ и кальцитанина крови. Это исследование необходимо проводить на первичном этапе обследования, так как на основе его результатов может быть назначена тонкоигольная аспирационная биопсия. При обнаружении повышенного ТТГ дополнительно проводят определение уровня свободного Т4, а при обнаружении сниженного уровня ТТГ проверяют и уровень свободного Т4 и уровень свободного Т3. Уровень кальцитанина необходимо оценивать с учетом гендерных различий верхней границы референсных значений, которые зависят от метода его определения в конкретной лаборатории. Если уровень базального кальцитанина выше 100 пикограммов на миллилитр плазмы, это крайне подозрительно в отношении многоузлового рака щитовидной железы. При повышенном базальном уровне кальцитанина, но менее 100 пикограммов на миллилитр, показано проведение стимуляционного теста. Уровень стимулированного кальцитанина менее 60 пикограммов на миллилитр считается нормальным, от 60 до 100 пикограммов на миллилитр требует повторного теста через 6 месяцев. Уровень стимулированного кальцитанина более 100 пикограммов на миллилитр также крайне подозрителен в отношении многоузлового рака щитовидной железы. На первичном этапе диагностики при узловом зобе определение уровня тириоглобулина, а также антител к щитовидной железе не показано. Самым распространенным методом визуализации щитовидной железы и ее структурной патологии является УЗИ. Несмотря на высокую чувствительность выявления узловых образований щитовидной железы, УЗИ не является скрининговым методом, так как приводит к выявлению огромного количества непальпируемых инциденталом. Такой подход не оправдан ни с медицинской, ни с экономической точки зрения. Основной задачей УЗИ при узловом зобе является определение показаний к тонкоигольной аспирационной биопсии и навигационный контроль за ее проведением. Показаниями КУЗИ являются пальпируемое образование на шее, в том числе в проекции щитовидной железы, увеличенные шейные лимфоузлы, семейный анамнез многоузлового рака щитовидной железы, облучение головы и шеи в анамнезе, паралич голосовой складки, узловые образования щитовидной железы, случайно выявленные при ПЭТ, КТ и МРТ, операции на щитовидной железе в анамнезе, в том числе при раке щитовидной железы. И, наконец, изменение уровня ТТГ. Протокол УЗИ должен включать в себя описание локализации и размеров образования щитовидной железы и лимфоузлов с учетом их ультразвуковых характеристик. Подозрительными считаются следующие ультразвуковые признаки. Гипоэхогенная солидная структура, неровный, нечеткий или полициклический контур, точечные гиперэхогенные включения, микрокальцинаты, преобладание высоты узла над шириной. Подозрительные ультразвуковые признаки оценивают только в солидных узлах или в солидных участках узлов. При наличии подозрительных ультразвуковых признаков в задачу УЗИ входит оценка подвижности голосовых складок. При невозможности визуализации голосовых складок показана фиброларингоскопия. Важнейшим диагностическим этапом УЗИ является исследование регионарных лимфоузлов, при котором оценивают следующие признаки. Прежде всего, размер лимфоузлов. Причем оценивать нужно диаметр или передний-задний размер, а не длину. Для всех шейных лимфоузлов, кроме второго уровня, диаметр должен составлять не более 6 мм, для второго уровня – не более 7-8 мм. Далее соотношение длинной и короткой оси. Наличие или отсутствие ворот. Кистозные изменения. Точечные гиперэхогенные включения микрокальцинаты. Характер воскулиризации, причем как ворот, так и всего лимфоузла. Повышение эхогенности лимфоузла. Сходство с нормальной тканью щитовидной железы. Наиболее специфичными признаками, позволяющими заподозрить метастатическое поражение лимфоузла являются микрокальцинаты, кистозный компонент, периферическая воскулиризация, сходство ткани лимфоузла с тканью щитовидной железы. Менее специфичными признаками считают увеличение размеров лимфоузла, закругленность контуров, отсутствие ворот. Инструментальная диагностика узлового зуба, помимо ультразвукового исследования, включает в себя радиоизотопное сканирование, компьютерную томографию и основной метод определения риска злокачественности узла щитовидной железы, а именно тонкоигольную аспирационную биопсию. Подробнее об этом, а также о категориях заключений современной международной цитологической классификации мы поговорим в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok